Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Лев. Сейчас нахожусь на прогулке в пригороде города Ижевска, в Древней Пирогово. Ну и вот, наматывая свои километры по сугробам, хочу вам рассказать о третьем варианте заработка на криптовалютах. В этот раз речь пойдет о майнинге. Именно в том самом варианте, когда вы приобретаете оборудование, ну, соответственно, выбрав, что вам больше подходит и по техническим параметрам, и по стоимости, получаете это оборудование, устанавливаете дома, создаете надлежащие условия для его работы. То есть тут надо учесть, что это оборудование достаточно сильно греется, и нужна хорошая вентиляция, чтобы было, проветривание помещения. Ну и плюс к тому прочему, конечно же, фактор шума, то есть в комнате, где вы живете, наверное, не самое правильное место будет для фермы. Устанавливаете ее, настраиваете. Здесь нужно будет технические моменты кое-какие изучить, программное обеспечение. То есть нужно будет вникнуть. Это вот как раз-таки майнинг, это один из самых, наверное, сложных с точки зрения реализации практически вариантов заработка на криптовалютах. Ну вот я сам такие в итоге и не сделал. Не приобрел ферму. Еще меня останавливало, кстати, то, что ввиду ажиотажа на рынке, уж очень дорого стали все эти фермы стоить. В 3-4 раза дороже они стали стоить, чем реальная цена, когда они были впервые появились на рынке. Это тоже, конечно, останавливало. Ну вот, то есть, в принципе, чтобы дома создать такую ферму, вам нужен определенный капитал, определенная техническая база, то есть знания. И в дальнейшем, конечно же, нужно отслеживать работу этой фермы, выбирать какие-то валюты, которые на данный момент времени более, может быть, выгодно добывать. Ну вот, как говорят, что биткоин сейчас уже майнеры особо не майнят, не добывают, в силу того, что очень сильно усложнилась эта процедура, процесс майнинга биткоина. Биткоин майнят уже только, например, в основном майнинговую пулу, а вот таким вот рядовым пользователям уже практически это нереально. Ну так говорят, я сам не майнер, поэтому я, как говорится, за что купил, за то и продаю. Точно не могу сказать. Значит, майнинг дома, или в офисе, или еще где-то, он связан с определенными дополнительными трудностями, такими, как, например, ввиду того, что надо следить за этим оборудованием, все-таки оно очень сильно греется, определенная пожароопасность присутствует. То есть, просто так вот оставлять и куда-то уехать на продолжительное время, это, конечно же, неприемлемо. Поэтому этот способ заработка подойдет, во-первых, тем, кто владеет деньгами, техническими знаниями и имеет возможность следить, то есть, ну, никуда не ездит, попросту говоря. Так что, вот, смотрите, насколько это вам подходит. А так, в целом, то есть, можно майнить альты, так называемые, альткоины, то есть, не биткоин, да, а другие криптовалюты, которые позже появились. И алгоритм добычи там во многом проще, поэтому, ну, вот, майнят эфириум, например, то есть, это криптовалюта номер два, да, на рынке. Ну, видимо, это оправдано, то есть, к экономической точки зрения, и добыть легче эту монету, и все равно наблюдается определенный рост. Можно все, что добыли, сразу реализовывать, можно немножко держать, ждать, когда вырастет в цене монета, ну, и потом уже реализовывать. Но, как правило, даже, вот, ну, если почитать форумы, что люди пишут, то есть, добытые альткоины, как правило, меняют биткоин, обменивают на биткоин. И там уже накапливают, сберегают. Ну, все-таки это флагман мира криптовалют и цифровое золото, его еще называют, да? Все-таки больше им доверия. Хотя, как и правильно говорят, все-таки это спекулятивный инвестиционный инструмент, рисковый, так что надо отдавать себе отчет, что вы делаете, и как-то планировать свою работу. Диверсифицировать риски и стараться выйти в безумие. То есть, хотя бы какую-то часть все-таки выводить и фиксировать уже, ну, привычную к нам валюту. То есть, рубля, доллары, там, евро. Ну, в целом, мне, в общем-то, добавить и нечего. По большому счету, сказал бы больше, если бы сам майнил. Вот, а так вот, в общих чертах, вот как-то оно мне так свет увидит. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментируйте. Делитесь этим видео с теми, кто интересуется майнингом. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. С вами был Лев.